Как привить школьникам любовь к родному языку? Участники Чебоксарской ассоциации учителей чувашского языка и литературы собрались на ежегодный форум, чтобы обменяться опытом и наметить планы на будущее. Место встречи преподавателей Литературный музей имени Константина Иванова выбрано не случайно. Год 125-летия со дня рождения Великого Классика особенно значим для учителей чувашского языка и литературы. В стенах музея за 8 месяцев провели немало конкурсов, олимпиад и квест-игр с участием детей. Поэтому наша главная задача в этом учебном году выпустить книгу, которая будет проанализирована и дан опыт, чтобы могли другие регионы тоже посмотреть в этой книге. Очень хочется, конечно, чтобы чувашский язык вышел из рамок школы. Вот на улице говорили, в семье говорили, общались между собой, но мы на первую ступень вышли, потому что на сегодняшний день вам на многих мероприятиях, которые проводятся в рамках города, республики, дети говорят на чисто чувашском языке. На площадке форума обсудили различные проблемы культуры и языка. К примеру, говорили о том, что из-за незнания чувашского языка на спектакли театра юного зрителя приходят меньше школьников. Здесь особая роль учителей. Именно они и могут привить детям любовь к театру. Преподаватели, в свою очередь, делились опытом проделанной работы. И мы поем с удовольствием. Дети поют на чувашском языке, начиная с первого по девятые классы. Конечно, мы находим способы, приемы, чтобы детей вовлекать в изучение чувашского языка. Каждый ученик из нашей школы побывал в музее Библии на чувашском языке. Это интересовало детей. Это опять способствует к тому, что дети, зная историю своего языка, историю, литературу, они с удовольствием будут изучать национальный чувашский язык. Учительница Галина Абрамова выпустила учебник нового образца для городских школ. Все правила в ней написаны в сравнении с русским языком. Получать языковые знания только в стенах школы недостаточно. Чтобы сохранить и развивать язык, необходимо задуматься и родителям, считает учителя. Анастасия Алангина, Олег Якимов, Республика.